У нас уже на связи директор New Geopolitics Research Network военный эксперт Михаил Самуси. С ним мы будем говорить уже непосредственно о военной ситуации в Украине. И начнем с этих ужасающих атак, которые произошли в канун Нового года и уже в Новом году. Это связано с символизмом некоторым или как вы это расцениваете? Действительно, если мы вспоминаем, что было в прошлом году и в этом году, Россия поддерживается одной и той же тактики. То есть концентрирует определенное количество ракет, ударных дронов и пытается проломить украинское ПВО для того, чтобы максимально создать неудобства украинцам. И максимально создать условия для того, чтобы украинцев пошатнула сфера в себя. И, наверное, россияне рассчитывают на то, что украинцы прекратят сопротивление и будут давить на руках, чтобы Украина начала переговоры о каком-то мире с Россией. Дело в том, что действительно наносить удары 29 числа было 150 воздушных целей. Это был удар по всей территории Украины. 1 января концентрация была основана на Киев. И там было около 100 воздушных целей. Вообще называют, что это была одна из самых мощных ударов за всю российско-украинскую войну. Особенно, например, было 10 кинжалов в одном ударе. Это аэробаллистические ракеты, которые считались в России неизбиваемыми. Но как раз в этом ударе все 10 кинжалов были сбиты украинским ПВО. Это, естественно, система Патриот. Только она может сбивать такие ракеты. Также были нанесены удары несколько десятков крылатыми ракетами воздушного базирования. Были и морского базирования калибры. Было около 40 шахедов. То есть весь спектр и желание проломить украинское ПВО, убить как можно больше людей. То, что можно почитать в российских телеграм-каналах и официальных отчетах Минобороны, они уничтожили, наверное, пол армии НАТО. И по количеству уничтоженной техники, я не знаю, там такие списки, что, наверное, и Канашенкову трижды Героя России дадут, и всем остальным тоже. Но на самом деле мы же видим, это можно легко посмотреть, что уничтожается, какие разрушения, убивается гражданское население, разрушаются гражданские дома. Единственная, самая, наверное, военная цель, это уничтожена фабрика производства тактической одежды, которая в том числе и вышиванки шила, очень хорошая эта фирма МТАК. Очень качественная продукция у нее была, и туда прилетело аж три ракеты Х-101. Это, видимо, была, наверное, самая военная цель. Но чем можно это объяснить? К сожалению, основная информация по Целлю Казани передается агентурой. Вот такая у России агентура. То есть, возможно, агентура передавала, что там находятся какие-то наемники, что там находятся хаймарсы, боеприпасы и так далее. И поэтому туда прилетело аж три ракеты, каждая из которых стоит 12 миллионов долларов. Вот они прилетели и уничтожили эту фабрику. Наемники для пошива вышиванок. Ну да, ну собственно, когда Херикев Пелос прилетел в конце года, они же официально говорили о том, что там находились как раз-таки наемники, там представители ГУР и сотни прочих людей. Спецподразделения. Да, Михаил, хотелось бы спросить по поводу запасов российских ракет. В контексте, наверное, от слов Игната, который говорил о том, что чтобы очередную подобную атаку России подготовить, необходимо четыре дня. Четыре дня – это же не то, что за эти четыре дня будут произведены эти ракеты и доставлены на фронт. Что вообще можно сказать о запасах и действительно повторятся ли такие атаки в будущем? Ну, Россия может выпускать около ста ракет различного назначения и калибры, и Х-101, и кинжалы и так далее. То есть для того, чтобы накопить вот это вот количество необходимое для нескольких ударов, им нужно поработать несколько месяцев. Этим они, в принципе, и занимались. Если мы вспомним, что, например, октябрь, ноябрь и, собственно, декабрь не было массированных ударов именно ракетным оружием, в основном использовались иранские шахеты, то действительно они накапливали ракеты. И по данным украинской разведки, вот как раз вот перед Новым годом Россия накопила около тысячи таких ракет. То есть они использовали сейчас около двухсот таких ракет. То есть у них есть еще несколько сотен ракет, но им нужно время, действительно, для того, чтобы обслужить самолеты, обслужить надводные носители, в принципе, подготовить другую технику. Ну, естественно, желательно было бы для них, опять же, иметь какую-то информацию для цели указания. Раз они уничтожили уже столько хаймарсов, боеприпасов и наемников, то, видимо, им нужно поискать другие цели. Для этого нужно время, для того, чтобы и их спутниковая разведка поработала, ну и агентура, собственно, передала новую информацию. Поэтому, действительно, минимальный срок, это четыре дня. Ну, конечно, при желании не могут и быстрее это все сделать, куда-нибудь ввалить еще несколько кинжалов или ХАЗ-101. Это не проблема для России. Но я думаю, что все-таки они сейчас сделают какую-то большую паузу, хотя, с другой стороны, есть еще одно мнение. Опять же, идут большие морозы, в Москве уже сейчас минус 25, и какая-то часть Украины будет затронута этими русскими морозами. В основном это будут восточные части Украины, а вот центральные, южные, западные, я не думаю, что будет минус 25, но, может, минус 10 максимум будет. Но это также может быть использовано России для того, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре. И поэтому можно ожидать, действительно, что в ближайшие дни Россия попробует ударить еще по, еще раз попробовать пробить украинское ПВО для того, чтобы как раз ударить, уничтожить объекты энергоинфраструктуры и создать вот те условия такого энергетического геноцида, которым они занимались в прошлом году. Поэтому, действительно, бить еще у них есть чем, еще несколько сотен ракет, перед тем, как у них будет большая пауза такая, когда они будут выпускать по 100 ракет в месяц, и накапливать их следующие там, и искать следующего дня, который им нравится, наносить удары, то есть это может быть где-то весной. Ну, или на годовщину, например, начало так называемой СВО, может быть, 24 февраля. То есть это во многом зависит, конечно же... Или перед выборами президента, например, Российской Федерации. Кстати, да, вот я хотел добавить, что действительно, вы абсолютно правы, на фронте у россиян сейчас, ну, никаких просто нет успехов, там полсела взяли, потом потеряли, ну, то есть даже во время новогоднего поздравления Путин ни слова не сказал о фронте, собственно, о каких-то победах, не называл населенные пункты, потому что называть нечего. И действительно, вот такие вот красивые картинки, где горят сотни наемников и десятки патриотов, их действительно можно использовать в предвыборной агитации, и это намного эффективнее, чем говорить несколько раз о разрушенной Маринке. Прежде чем мы перейдем более, так скажем, точно к ситуации на фронте, я хотела бы еще спросить о России немного. В этом году как раз Россия заложила рекордные 40% бюджета на военные расходы. По вашим оценкам, на что будут направлены эти деньги? Эти деньги будут направлены на, естественно, развитие производства тех же самых ракет. Ракет, естественно, для того, чтобы производить много ракет из западных, все-таки комплектующих, потому что в российских ракетах, как бы это ни звучало парадоксально, ну, самый минимум это как раз российские комплектующие. Российская промышленность не производит хай-тек. Весь этот хай-тек, микрочипы, высокие технологии, они поставляются из-за рубежа, за это нужно переплачивать. Ну, к сожалению, у России много денег за счет продажи нефти и газа, и поэтому у них получается пока, к сожалению, получать эти, закупать эти комплектующие. Кроме того, естественно, необходимо оплачивать контракты тем людям, которые соглашаются воевать на Украинском фронте. Потому что, что бы мы ни говорили, но, в принципе, воевать с Украиной, с российской стороны идут все-таки добровольцы, можем так сказать. Да, у них мотивация в основном материальная, но эта материальная мотивация формируется тем, что Россия действительно может позволить себе тратить огромнейшие деньги, на, в том числе, выплаты военным, на компенсации и так далее. Поэтому это действительно проблема. Ну, мы об этом постоянно говорим, что нужно заниматься как раз ужесточением санкционного режима и по поводу нефти, продаж из России и, естественно, получения России высоких технологий. То есть, как раз вот эти вот высокие траты российского бюджета показывают, что у них есть куда тратить деньги, они видят, куда инвестировать и в людской ресурс, как они говорят, и в производство вооружения. Ну, еще, кроме того, вот этот факт резкого увеличения военных трат в России, они говорят о том, что действительно Россия надеется на то, что 2024 год будет решающим. Нужно еще немножко поднажать и, если Украина не получит помощь со стороны Запада, как раз можно будет к приходу Трампа, на что они очень надеются продемонстрировать, что вот Россия может тратить огромные деньги, которых у Запада нет. Поэтому смысла продолжать поддерживать Украину нет, смысла воевать Украине больше нет, поэтому нужно усаживать Зеленского столб переговоров с Путиным и подписывать какой-то там Минск-3. Вот на это все и рассчитано, потому что на самом деле, даже имея огромные доходы от нефти и газа, все-таки 40% бюджета это слишком много. Даже такой диктаторский режим, как Россия, не может выдержать 5 лет в таком режиме. Это слишком много для того, чтобы удержать промышленность, обычную рыночную экономику в стабильном состоянии. То есть один год можно попробовать, второй уже сомнительно, но дальше будут уже катастрофические последствия, даже при каких-то мощных вливаниях нефтедолларов. Поэтому это действительно концентрированная попытка переломить ситуацию. Поэтому вот это финансирование 40%, они как раз и говорят о том, что Россия будет пытаться использовать все любые возможности и в гибридных средствах, и в военных средствах, для того, чтобы переломить ситуацию на фронте и доказать новому американскому руководству, что поддерживать Украину нет смысла. Ну вот двойной, наверное, такой вопрос задам. Во-первых, вот эти вот вливания, вот эту ставку на 2024 год, которую они сделали, один раз попробовать, приведет ли это к каким-то качественным результатам, хорошим с их стороны, то, что они перед собой цели, которые ставят. И второе, вот что я отметил бы, 30 декабря, Белгород, тайна Белгорода, что там вообще произошло и будет ли это учащаться? Потому что я смотрю сводки каждое утро, теперь мы видим, что, ну, понятно, обстрелы там Украины, да, массированные, как это было 2 января, 29 декабря, менее массированные, как это было сегодня. И теперь постоянно как-то возникает там Белгород, ПВО, какие-то там сверкания, взрывания и так далее. Ну, рассчитывая на то, что Россия достигнет каких-то феноменальных успехов в производстве оружия, я бы не стал. То есть их задача, в принципе, сохранить какой-то уровень, я бы так сказал, ремонта и восстановления бронетехники, потому что у них новые танки фактически не производятся. В основном речь идет о восстановлении какой-то техники старой со складов, но им на один год, на два года еще хватит. То есть мы об этом говорим, что они, сам Путин сказал, что вот они за год восстановили, отремонтировали 1200 танков. Это те темпы, которые они себе могут позволить, но они недостаточны для того, чтобы сохранять достаточный потенциал. Можно посмотреть по тем потерям, которые они имеют, ну, абсолютно не хватит им 1200 танков в год. Поэтому еще год они продержатся, а дальше опять же у них начнутся точно проблемы. И поэтому каких-то прорывов я не могу ожидать. А вот то, что они попытаются просто ремонтировать и восстанавливать технику на каком-то необходимом уровне, минимально достаточном, ну, это да. И второе по поводу Белгорода, тут ситуация очень интересная. На самом деле они говорят о использовании украиной ольхи, использовании каких-то чешских вампиров. Но проблема в том, что они не предоставили ни одного доказательства. Нет доказательства в том, что, например, разгонные блоки, они 100% должны были бы быть от РСЗО «Ольха». Это модернизация, это украинские ракеты высокоточные, но они оставляют за собой следы. То есть должны быть разгонные блоки. Если бы там была «Ольха», они бы точно показали эту ольху. Пока то, что видно на фотографиях, которые показывают в российских пабликах, это в основном разгонные блоки от российского ПВО. Ну, например, от «Панцирей» и других зенитно-ракетных комплексов. Поэтому ситуация... Я думаю, что Украина будет в любом случае наращивать огневое влияние на российские военные объекты на территории России. По поводу ударов по гражданскому населению. Я, например, не думаю, что Украина будет это делать. Все-таки Украина надеется бить по аэродромам, для того, чтобы российская авиация не могла летать и бить по украинской территории. Бить по складам, по командным пунктам, по нефтеперерабатывающим заводам, например. Потому что они как раз создают ресурсы для того, чтобы армия российская воевала. То есть я думаю, что украинская армия будет наращивать огневое влияние на российскую территорию, но в основном на военные объекты. А вот то, что на Белгород падают какие-то разгонные блоки от ПВО, то тут нужно посмотреть как раз, возможно, российским зенитчикам более эффективно работать, а не спихивать это на украинскую армию. Во всяком случае, пока доказательств того, что это украинские ракеты, они не предоставили. Хотя уже, я думаю, могли бы, если бы эти ракеты там использовались. Давайте теперь перейдем уже непосредственно к ситуации на фронте. Вот командующий Тарнавский, был у нас в новостном блоке, сказал, что сейчас самое сложное направление, ну и это, в принципе, очевидно, Маринское и Авдеевское. И вот Генштаб ВСУ сообщает, что украинцы отбивают атаки в районе Бердичей, а это за Степовым, возле Авдеевки. Скажите, Михаила, можно ли это понимать так, что ВСУ отошли от Степового и что, ну, возможно, придется оставить Авдеевку? Также вот недавно буквально главнокомандующий Залужный говорил о том, что, ну, не будут держаться за населенные пункты и что не стоит делать из этого трагедию, поскольку жизни людей более важны. И можно ли считать, что это вот была такая подготовка и сейчас ситуация действительно там усложняется? Ну, дело в том, что все зависит от того, как будут действовать российские военные, украинские военные. Залужный не сказал, что мы оставим Авдеевку, он сказал, что мы оставим Авдеевку, если это будет необходимо с тактической оперативной точки зрения и сохранить людей. На данный момент ситуация там очень динамическая, развивается она таким образом, что в один день российские войска берут позиции, во второй день украинские войска отбивают эти позиции, в том числе и в Степовом. Эта ситуация уже несколько недель развивается вот таким образом, поэтому я бы не стал говорить, что она как-то радикально изменилась там за последние дни. Вот сейчас они, кстати, больше атакуют на Бахмутском направлении, вот сейчас там и Клещеевка, и Курдюмовка под таким постоянным и очень интенсивным штурмовым натиском российских войск. Что касается Авдеевки, мне кажется, там продолжаются такие вот позиционные бои именно с точки зрения попыток российских войск действительно выполнить главную задачу. Это выйти на основные логистические пути снабжения украинской группировки и заставить украинские войска выйти из Авдеевки для того, чтобы действительно Путину было что сказать перед выборами. Для них это действительно задача политическая, там военного смысла особого нет, потому что украинские войска в любом случае, если выйдут с Авдеевского выступа, они просто займут новые оборонительные рубежи, которые готовились и продолжают готовиться. Поэтому с точки зрения выхода на какой-то оперативный простор для российских войск речи не идет. Поэтому будем смотреть, украинское командование, и это видно и со слов Залужного, полностью контролирует ситуацию, полностью реалистично смотрит на вещи, никаких иллюзий не имеет, никаких каких-то обещаний не делает о том, что будет любой ценой держать и вбрасывать любые ресурсы для того, чтобы Авдеевку оставить, лишь бы достичь пропагандистского эффекта и заявить, что Украина не оставит Авдеевку любой ценой. Таких заявлений нет, поэтому я думаю, что будем наблюдать за ситуацией, и украинская армия делает все возможное, чтобы для России взятие Авдеевки превратилось действительно в огромные потери и в неадекватное вложение ресурсов. Это, в принципе, сейчас тоже одна из важнейших задач для украинской армии. Михаил, множество сейчас опубликовано уже статей и комментариев ваших коллег, также военных экспертов, где все пытаются спрогнозировать, чего же ждать от войны в этом году. Вот со стороны России мы уже обсудили, но также приводится, если в прошлом году были ожидания, например, на большое наступление, то теперь обсуждается, что Украине придется, вооруженным силам Украины придется уйти в оборону, и дальше пока непонятно до конца, как может развиваться в плане динамики ситуация. Какие ваши будут оценки на этот счет? Действительно ли для Украины это будет год обороны? И что дальше? У меня мнение противоположное, то есть Украине нет возможности сидеть в обороне. Да, действительно, на Донбассе для Украины более логичным является продолжение различных оборонительных действий. Это и статическая оборона, и маневренная оборона, в зависимости от ситуации, в зависимости от района. А вот все-таки попытаться достичь центра гравитации этой войны, оценка гравитации, напомню, этой войны находится в Крыму, я думаю, для Украины является все-таки стратегически важной задачей. То есть, по моей оценке, украинская армия будет пытаться совершить или достичь то, чего не удалось в 2023 году. Я имею в виду, это прорыв Южного фронта, говорить о том, где это будет происходить, я думаю, нет смысла. Этим занимается украинское командование, планирует эти операции. Но с точки зрения того, что такие операции по прорыву Южного фронта будут производиться, я, например, уверен. И, естественно, F-16, которые в ближайшее время будут в арсенале украинской армии, помогут, во всяком случае, нейтрализовать господство российской армии в воздухе. А это создает немножко другие обстоятельства проведения наступательных операций, наступательных действий для Украины. Поэтому я думаю, что и на левом берегу Херсонской области будут проводиться интересные операции, и в Запорожской области, и на других направлениях также украинская армия будет стараться наступать. Поэтому я бы не сказал, что это будет год стратегической обороны. Да, на некоторых участках для нас есть смысл занять оборону, на некоторых участках есть смысл попытаться прорвать российскую оборону и достичь перелома ситуации. Потому что если к концу 2024 года Украина начнет операцию по деоккупации Крыма, и к тому времени Крым будет в полной блокаде, это абсолютно меняет не только военную ситуацию, но и геополитическую ситуацию. Потому что в таких обстоятельствах даже Трамп, если он победит, ему не будет смысла никакого разговаривать с Путиным, потому что Путин будет уже лузером, который теряет Крым. И более эффективно для Соединенных Штатов, даже Трампа и любых сил, которые придут к власти и в Европе, и в Соединенных Штатах, будет просто продолжить помогать Украине, продолжить еще немного добавить помощи для того, чтобы Украина смогла деоккупировать Крым. А дальше уже будет дело техники по поводу Донбасса и завершения этой войны. Все будет уже зависеть от чисто военных действий. И фактически они не будут требовать таких больших вливаний, как даже в этом году. Потому что все-таки освобождение Донбасса – это немного другая операция, нежели то, что мы имеем сейчас. То есть сейчас все-таки мы говорим о экзистенциональном характере этой войны, а освобождение Донбасса будет носить все-таки уже больше оперативный характер именно с военной точки зрения. Как раз-таки президент Финляндии призвал наращивать военные возможности на фоне вероятной победы Трампа. Британия также была публикацией о том, что готовит с союзниками в обход США помощь, если вдруг Трамп придет. Вот. Удастся ли этот план осуществить, если действительно мы рассматриваем вариант, что приходит Трамп и он становится таким сторонником неоказания помощи Украине? Справятся ли, условно говоря, союзники по НАТО без США? Вот тут интересно. Трамп ведь может и НАТО развалить. Ведь он может и из НАТО выйти при... Да, это был следующий наш вопрос. Да, определенное настроение. А это уже создает угрозы очень большие. Ну, например, помните, когда F-16 передавали Украине, хотя эти F-16 не американская собственность, то есть они принадлежат Нидерландам, Дании, Бельгии и дальше Норвегии будет еще F-16, все равно они ждали решения администрации Байдена, поскольку интеллектуальная собственность и вообще разрешение на передачу, на экспорт этой продукции, и она все-таки зависит от собственника F-16, которая собственника собственно бренда и интеллектуальной собственности на F-16. И представьте себе, сколько оружия, сколько типов вооружений принадлежит таким образом американским производителям, и правительство США, администрация США, новая администрация, может поставить блоки на поставку таких вооружений, и тогда действительно в Европе будет очень сложно, и той же Финляндии, и тот же НАСАМС, например, да, в котором используются американские компоненты, он может не быть поставлен той же Норвегии, или Финляндии, или другой страной НАТО европейской, и ИРИСТЕ может поставляться, но его будет очень мало. Патриоты, например, это вооружение, которое американцы будут разрешать поставлять, даже если это будут поставки из Германии. Поэтому нам очень и очень важно, чтобы Украина как раз продемонстрировала эффективность своих действий в 2024 году, доказала, что войну эту победить, в этой войне победить можно, и чтобы даже Трамп, который придет к власти, ему выгоднее было. Это же человек, который ориентируется на конкретную выгоду, у него мотивация очень четко формируется выгодой конкретной ситуации, чтобы ему было выгоднее помогать Украине, выгоднее было поддерживать Украину и додушить Россию, а не наоборот. То есть если Россия покажет свою эффективность, а Украина и Запад, Европа не смогут переломить ситуацию, тогда Трамп поможет Путину. Он действительно скажет, хватит уже воевать, давайте садиться за стол переговоров. И здесь, к сожалению, аргументации ни Украины, ни у наших европейских партнеров при всем желании может не хватить, к сожалению. Спасибо, Михаил. Я напомню, с нами на связи был директор New Geopolitics Research Network, военный эксперт Михаил Самость. Всегда рады, Михаил, спасибо. Спасибо, до свидания, удачи. На этом наш выпуск подошел к своему концу. Его для вас провели Анжела Бубляк. И Дмитрий Семенов. Продолжение следует...